Физкульт привет, дамы и господа! Пани Топановы, канал Вейглифтер приветствует вас этим прекрасным весенним днём. Сегодня у нас 25 апреля и чемпионат в Харьковской области по тяжёлой атлетике, спорткомплексе, ХПИ. Уже, можно сказать, тоже традиционно. Много раз проходили здесь соревнования. Ну что, ребята, двинем вовнутрь, посмотрим, как там обстоят дела. Сегодняшний выпуск – это короткий обзор чемпионата Харьковской области по тяжёлой атлетике. Основной акцент я сделал на зарубу в категории до 67 кг среди мужчин. Я специально не буду указывать на спортсменов, которые участвуют в этой зарубе. Это, соответственно, два участника. В самом начале соревнований они ещё, конечно же, не рубились. Они не знали, кто чего стоит. Понятное дело, что есть заявленные веса, но многие, кто следит за этим спортом, кто сам в этом спорте, прекрасно знают, что заявленные веса не всегда являются действительностью. И поэтому участники не могут чётко понимать и оценить, насколько тот или иной соперник для них опасен в плане борьбы за призовое место. Расскажу про одного из участников этой зарубы. Это Стас Соколовский. Я его знаю с 2015 года. Вместе тренировались в одном зале в Локомотиве. Поэтому все его сильные и слабые стороны знаю не понаслышке. Спортсмену 25 лет. На данный момент он служит в рядах Национальной гвардии Украины. Семья, ребёнок. И поэтому у него был достаточно длинный перерыв в тяжёлой атлетике. Сейчас у него возвращение на большой помост. Он потом в конце даст интервью по этому поводу. Ещё раз сделаю акцент на то, что вы сами поймёте, кто это. И в процессе просмотра этого видео будете включены в эту зарубу. Нокал в Сросте действительно был такой серьёзный, как для чемпионата Харьковской области. Тем паче, что два спортсмена с одного города и первый тренер у них общий. Вот, ребята, подрастающее поколение штангистов. Некоторые уже выступали, я так смотрю, по 2-3 годика. Такая сомнентом от рода не больше 10, наверное, 12 лет. Как я уже говорил, Стас кандидат мастера спорта и неоднократно подходил уже к выполнению нормативов мастера спорта Украины. Специально выступал на тех соревнованиях, где это звание присваивается. Но оставалось совсем немного. Где-то перегорел, где-то не подготовился. Но, одним словом, не дошёл до этого звания. Сейчас у него эта мечта, наверное, одна из ведущих. Можно сказать, если говорить про спорт, кто номер один. И эта заруба для него, я думаю, один из таких стартовых моментов. Отдельно бы хотел сказать насчёт других спортсменов на такого рода соревнованиях. Зачастую это новички, для которых это первый выход на большой помост, первые соревнования. У них ещё нет тяжелоатлетической экипировки, штангеток, поясов, трико. У них, соответственно, нет ещё техники, хорошей техники, поставленной техники. И бывают такие комментарии под видео, что критикуют таких ребят. Многие те, кто занимается тяжелоатлетикой, сами знают, какой ценой удаётся добиться высоких результатов, чёткой, правильной техники. Это не недели, это не месяцы, это годы тренировок, это правильные тренировки, правильный подход к тренировкам, конечно же, желание тренироваться. И всё приходит со временем. Поэтому будьте снисходительны, если вы уже достигли какого-то уровня и вам смешно смотреть на таких ребят, новичков, вы себя вспомните и всё станет на свои места. Ну что, продолжаем просмотр. Как вы уже догадались, участники очевидны, зарубы, и вы уже поняли, кто это. Один из участников такого атлетического телосложения. Явно, я думаю, ему не более 20 лет, я не успел посмотреть протоколы. Я думаю, у него ещё всё впереди. Достаточно выглядит убедительно спортсмен. Если продолжит тренироваться, я думаю, у него впереди яркие перспективы. Всё, всем пока. Подпишись на канал, если ещё не подписался, поставь пальчик вверх, поделись видео. Ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Расскажи о своём возвращении в тяжёлую атлетику, о своём нелёгком пути. Возвращение было на самом деле лёгким, для как со стороны эмоционально легко я вернулся, со стороны физической нужно работать, конечно, долго нужно работать. Ну, спустя две недели упорных тренировок я поднял результат, которым, в принципе, доволен, мог стать первым. Проиграл в упорной борьбе достойному сопернику. Я думаю, мы на этом останавливаться не будем. И в следующий раз, думаю, будет первое место. Как чувства? Чувства на самом деле хорошие. В принципе, то, что рассчитывал по силам, то поднял. Ну, на самом деле, очень сильно доволен. Ощущение помоста? Да, ощущение помоста невероятное. Ну вот будущий штангист. Иди к папе. Расскажи, рад за папу? Болел, слышал, как кричал? Папа, папа, слышал? Папа чуть сон не вловил. Ну все, спасибо. Спасибо, спасибо.